К нашему эфиру присоединяется фронтмен группы Ногу Свело. Макс Покровский. Макс, приветствуем. Добрый день. Здравствуйте. Макс, сразу же с приятного. Начнем новый клип, посвящен Украине. У нас есть небольшой фрагмент и предлагаем сейчас нашим зрителям его увидеть. Премьера в эфире проекта Freedom. Украина, моя вторая половина, С небес смертельная лавина, Сойдет по прихоти страстей. Украина, пусть от Днепра и до Берлина, Летают ангелы незримо. Сынок, не бойся и подожди немного, Она закончится, воздушная тревога. Похоже, стихло, похоже, улетели, Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Не бойся, дочка, Вы подожди немного, Я знаю, впереди нелегкая дорога. Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит, Надеюсь, нам солярки хватит. Украина, моя вторая половина, С небес смертельная лавина, Сойдет по прихоти страстей. Украина, Украина, Украина. Макс, ну сразу видно, что война зацепила, причем зацепила очень серьезно вас. Уже не первая песня посвящена либо Украине, либо посвящена тому, в каком состоянии сейчас Россия находится. Да, это правда, но тут уж ничего не скажешь, как видите, зацепила так, что прям... Слушайте, после выхода этого клипа как-то уровень хейта ужесточился, ведь если до этого был призыв против войны и на несовершенство российской системы, намеки и критика, то сейчас просто Украина, Украина, которую кремлевские каналы называют фашистским государством. Я не могу сказать ужесточился, если я вас не перебиваю из-за связи, я не могу сказать ужесточился ли хейт, потому что премьера этого клипа на YouTube-канале «Ногу свело». Уж простите меня, ради бога, подписывайтесь, пожалуйста. Эта премьера состоялась 26 минут назад, пока такого количества любви и от украинцев, и от вменяемых русских у нас еще не было. Да, получается такой полуэксклюзив, да, фактически, на Фридоме сейчас, короткий фрагмент. Я полагаю, что у вас сверхэксклюзив. Так, добавляем еще любви, добавляем, еще любви. Хорошо. Спасибо, господи, я тоже сейчас учусь. Неужели у меня сразу получилось? Вот. А что касается того, как называет кремлевская администрация, собственно, Украину, это как бы их там истории. Я всю свою жизнь связан, так как вы уже теперь знаете, очень хорошо, не хуже других, как я связан с этой страной. И вообще не могу про нее петь. Вот. Надо будет, спою по какую-нибудь еще страну сегодня, это только Украина. Слушайте, а вот этот клип снимался где, вот интересно, и вот что за люди там снимались? Это обычные актеры или вот кто-то... Ну, вот как происходила подготовка к клипу? Потому что, понятно, клипы снимать коммерчески в мирное время, понятно, когда вот в такое. Это же все-таки и репутация, и вопросы для самих участников. Да, Алекс Мусин, это прекрасный человек, наш новый друг, который несколько лет назад переместился в город Нью-Йорк, позже, чем мы. Мы лет шесть назад, он года три назад. Как-то неожиданно написал на Facebook Messenger, не хотите ли поработать, я знаю, какая у вас позиция. Он сам из Питера приехал. Вот. Мы очень быстро подружились, очень быстро сработались. Огромное количество людей, все люди, абсолютно все, работали за идею. Ну, клип этот снимался в США, но не здесь, не в штате Нью-Йорка, не так далеко отсюда, на границе штатов Нью-Джерси и Пенсильвения. Слушайте, если честно, я был уверен, что это какая-то украинская территория. Ну, правда? Ну, настолько локация похожа? Так искали. Локация прям вообще. Так искали. Такой взгляд режиссера. Вот. А кто снимался, снимались непрофессиональные актеры, снимались тоже за идею, снимались за спасибо. Вот. А кое-кто, это не могу сказать все или не все, это ваши замечательные сограждане. Вот. Одна барышня прекрасная, которая несколько лет назад, если я сейчас не ошибаюсь, уже много лет назад уехала из Луганской, по-моему. Давайте покажем просто без звука видео, вот то, о чем как раз Макс рассказывает, чтобы мы понимали, о чем говорим коллеги. Макс, а вы прокомментируйте, вот кто эти люди, которых мы сейчас видим на экране. Будьте добры. Я просто, да, вы будете показывать то же самое видео. Да, да, да. Фрагменты. Это на экране. Макс Покровский. Что это за мужчина, Макс? Что это за мужчина? Что это за мужчина? Расскажите его историю. Да, расскажу, что, значит, крестик ношу все время, такой бусики вот эти ношу все время, вот эту замечательную Таню, моя жена, которая, как всегда, работала очень серьезно над клипом, заказала вот эту одежду. Кстати, детскую одежду Amazon прислали с опозданием, в итоге набирали из того, что есть домашнее, но вот это прислали. Маечку она, значит, ушивала. Маечку она ушивала. И парень, значит, парень, вот он на самом деле сын этой девушки, но она такая милая и молодая, что, значит, играет как бы мою дочку. Вот. Парень, его зовут Данил, он абсолютно трогательный, спокойный. Они, вот эти двое ребят, то есть мама и сын, переехали, ну не только они, но в данном случае, переехали недавно совсем, по-моему, около месяца назад. И сейчас они находятся где-то в штате Нью-Йорк. Не знаю, в какой точной его части. Вот. Там дальше один парень, это оператор. Все, видео закончилось. Понятно. Понятно. Макс, скажите, пожалуйста, что сейчас в России на музыкальной сцене происходит? Ну там, скажем, у Шевчука отменяются концерты в связи с его ставшими уже легендарными словами о том, что Родина не задница президента, чтобы ее целовать. У кого еще проблемы из-за позиции по войне? Сложно сказать, в том смысле, что сложно сказать что-то большее, чем знаете вы. Вы совершенно остаетесь на острие событий. Я лучше скажу о том, не называя имен, и один из этих замечательных людей, даже вот показываю телефон, трясу, значит, трясу телефоном. Да, вот у меня есть мобильный телефон. Какой я продвинутый. Только что мне один замечательный, потрясающий хип-хоп артист написал. Не буду говорить сейчас его имени. Есть замечательные музыканты, которые не могут говорить в полный голос, но которые всем своим видом, всеми своими намеками показывают, как они относятся к тому, что происходит в России. Но эти люди, к сожалению, не все могут позволить себе вот так вот, ну чисто, я не знаю, материально, организационно просто взять и сорваться и уехать. На мой взгляд, в большом шоу-бизнесе России происходят неправильные дела. Я об этом говорю совершенно четко, я говорю об этом всегда, я говорю об этом постоянно. Потому что я считаю, что те, кто много лет эксплуатировал тему рок-героя и принимал вот такие вот героические позы. Теперь вот надо все геройские позы и все геройские образы, которые созданы за столько лет карьеры. Отрабатывать, отрабатывать тем, что на роду написано у рок-музыканта, у рок-музыканта на роду написано быть пацифистом. Да, или петь под символикой Z, как некоторые рок-коллективы делают. Макс, не дам... Эти меня только забавляют, эти уже смешные. Да, ну вы поняли, о каком рок-коллективе я говорю, там они отличились очень хорошо. Да, да, там их несколько, я не знаю. Не знаю, о каком точно говорить, там нормальный списочек, мы его наизу и знаем. Ну хорошо, не будем, да, произносить это слово из четырех букв, делать им лишнюю рекламу. Макс, у меня к вам вопрос. Недавно интервью Александра Глебовича Невзорова смотрел. И если я не ошибаюсь, ваша фамилия фигурировала в его ответе на вопрос, а с кем вы там объединяетесь. Вот говорил про Чичваркина, кажется, про Покровского. Была такая история или нет? Или поправьте меня, если я не прав. Если я не видел это интервью, я его поищу. Значит, с Александром Глебовичем такая история. Я ему отправил песню, аудио Украины, потому что в виде Украины мы закончили монтировать, ну не мы, а естественно Алексей, закончили монтировать несколько часов назад. И он так держался. Я говорю, никому ради бога не пересылайте, нет, в день премьеры. Он мне пишет, держусь. Я ему пишу, поздравляю вас с гражданством. Это новость о том, что арестовано его имущество. Он пишет, держусь. Я пишу, мы с вами. Он пишет, не в смысле этого держусь, но просто в смысле песни держусь. Он мне пишет, надо быть вместе. Я сейчас говорю в тех немногих своих появлениях в эфире разных. Ну, ютуб-каналах моих друзей. Надо быть вместе. Макс, да, но кроме моральной поддержки, вот он и про Чичваркина говорил, да, в том числе. Собираетесь ли вы, не знаю, какие-то акции организовывать или какие-то действия предпринимать? Кроме, конечно, информационной политики и заявления своей позиции, за что мы вам тоже, безусловно, благодарны. Про Глебовича я только что сказал. Про нас, собирающихся проводить или не проводить акции, это отдельный, наверное, будет, если вы захотите, это будет серьезный и обстоятельный. Возможно, даже немножко медленный разговор, потому что по ряду причин мы готовы, но не можем принять участие в ряде акций здесь, у себя, в штате Нью-Йорк. Об этом я сейчас пока с вашего позволения рассказывать не буду, потому что у нас с вами сейчас праздник. Я имею в виду премьеру нашего видеоклипа. Я очень надеюсь, что она дойдет до украинских сердец. Максим Сергеевич Лиховецкий, тезка мой и по отчеству тоже. Ваш соотечественник, наш украинский партнер. Макс, дорогой, спасибо тебе огромное за то, что ты все это время меня так поддерживал и вдохновлял. Я говорю сейчас вашему собежданину огромное спасибо, и не только ему одному. Возвращаясь к акциям, мы готовы, мы хотим работать. Как только мы узнаем и услышим, что нас внятно и серьезно предлагают. Мы будем очень жестко отсеивать серьезные предложения от несерьезных. Я сейчас говорю к организаторам с разных сторон и с российским происхождением, и разумеется, не только с российским происхождением. Как только мы поймем, что мы нужны, что мы хотим. Мы сами не можем устраивать эти акции, мы не промоутеры. Но я сейчас четко, глядя в глаза вам, глядя в глаза всем, кто видит меня, отвечаю. Да, ногу свело. Хотят, готовы и могут. У нас два абсолютно действующих коллектива. Один находится в Москве, другой, как вы знаете, находится в Нью-Йорке. И ничего громче и конкретнее этого «да», я уверяю вас, вы не слышали. Все, кто хотят меня сейчас понять, и все, кто не способствует, мягко говоря, нашим выступлениям в Европе и в Америке, очень хорошо сейчас знают, про кого я говорю. Макс, спасибо большое. Во-первых, спасибо за позицию по Украине, за поддержку Украины. Во-вторых, поздравляю с премьерой нового клипа. В-третьих, миллионных просмотров или лучше миллиардных. В-четвертых, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Могу свело». Это нам очень-очень важно, поверьте. Спасибо большое. Люблю вас, очень-очень люблю. Это взаимно. Люблю эту страну. Спасибо большое.